Ты знаешь, я думаю, что в вопросе благовестия человек наилучшим образом снаряжен и квалифицирован, чтобы благовествовать тогда, когда он проводит время с Господом. Иисус сказал, следуйте за мной, и я сделаю вас ловцами человеков. Поэтому, когда я вижу человека ревностно благовествующим, скорее всего, о нем можно сказать, что у него есть близкие взаимоотношения со Христом. Тому яркий пример новообращенный. Потому что, когда они только переживают встречу с Богом, они на всех молитвах, они на всех домашних группах, они Библию в захлеб, они ее подчеркивают. И они, пожалуй, самые ревностные благовестники. Со временем, когда мы теряем вот эти вот близости с Богом, близкие с Ним взаимоотношения, как результат мы теряем и жизнь благовестия. Вот. В другом месте Писания сказано, что Иисус призвал их, чтобы они были с Ним и посылал их проповедовать. То есть, во-первых, быть с Ним, а потом проповедовать. Поэтому, если кто-то считает себя робким, там, я не знаю, человеком, который, может быть, страх есть, то выход для него не в том, что только лишь, чтобы преодолею страх, начать, что про меня думают, да, и пойти благовестным. Потому что ведь что происходит? Если мы в таком состоянии идем благовестовать и скажем, кто-то не покаялся, не принял Христа, мы берем это на свой счет. Блин, я плохо проповедовал. Или что-то Господь через меня не действует, да? А когда ты идешь благовестовать и твой точка отсчета — это любовь, это Бог, который внутри тебя. И если кто-то вдруг не покаялся, у тебя нету этого чувства. Потому что ты, ну, как бы... Иисус сказал, ну, если вас слушает, меня слушает, если вас не слушает, меня не слушает. То есть Иисус даже сам к этому просто относился, понимаешь? А мы, если кто-то не принял Христа, мы такие, опа, напрягаемся, что-то со мной не так. А по сути, ответ на этот вопрос Иисус говорит, ну, если вас не послушали, значит, меня не послушали. Точка. Все. Вот. Поэтому я не думаю, что этот вопрос как-то надо относить к предательству. Я вот, например, люблю свою жену. Мы в этом году 20 лет празднуем совместной жизни. И я, ты знаешь, встречаясь с новыми людьми и со знакомыми, они рассказывают практически всегда. И это происходит не потому, что у меня в календаре написано. Когда встретишься с новыми людьми, расскажи про свою семью, про свою жену. Из-за моего общения с ней, из-за того, что я люблю ее и все такое. Я показываю всем. Я считаю, что она самая красивая женщина на свете. При этом я вижу других мужчин, да, которые делают то же самое, что я. Они мне показывают свою женщину. Я думаю, господи, мне бы заплатили, я бы на нее не посмотрел. Потому что она другая вообще, она меня никак не привлекает. Ну, для него это просто вообще вверх совершенства. Потому что мы разные люди. Вот. А поэтому где корень этого? Корень в том, что она красивая? Да нет. Корень в том, что у них есть взаимоотношения. И они настолько удовлетворяют друг друга, да, их партнерство, их воспитание детей, их совместная жизнь, что они готовы делиться с этим, с другими. Так и со Христом. Понимаешь, это неотъемлемая часть жизни твоей. Когда ты с Богом, у тебя вырастает квалификация в жизни благовестника. Если ты без Бога живешь, поэтому это, наверное, измерение надо рассматривать не в сфере предательства. Я, по крайней мере, так не смотрю. Я думаю, что нужно просто восстанавливать взаимоотношения с Богом. Так же, как и вот в семье. Восстанавливаешь отношения, и вдруг опять цветет все. Опять хочется любить. Опять кольцо одеваем. Всем пока, знаешь.